Всем привет! Сегодня мы смотрим с вами на китайский складной нож Stedemon ZKS03, как-то так называется. Stedemon Stoidemon, как-то так, да? Хочется произнести лично мне, по крайней мере. Stedemon, Stedemon, или DEMON, да? В общем, ладно. Не знаю, как это правильно произносится. Я уверен, что подписчики найдутся, кто меня подправит. Но компания специализируется на производстве столовых приборов, тактических аксессуаров, снаряжение для активного отдыха, фух, еще и ножей, на самом деле, тоже специализируется, вот, и других инструментов. На самом деле, основана она двумя молодыми энтузиастами ножей, которые старастно желали разрабатывать доступные ножи. Вот, доступные ножи, в общем-то, это хорошее желание, на самом деле, потому что далеко не все могут позволить себе ножи прям дорогие. И далеко не всем это нужно, и даже для тех, у кого есть дорогой нож, порой его жалко использовать, порой, как бы, его можно с собой взять и носить по особым случаям, а вот на повседнев, на то, чтобы было, как раз таки, вот, там, использовать по всяким-всяким нуждам нож, но не всегда не все хотят какой-то там свой любимый-любимый клинок, который, ну, по особым случаям, да, но на повседнев, ну, не всегда, согласитесь. Поэтому, в принципе, я понимаю тех, кто покупает себе китайские ножи, и нужно понимать, что здесь у меня, вот так вот, сразу и не поймешь, но здесь у меня Enduro и Military, это мои ножи, а остальные ножи моего подписчика Юрия. Вот, и, соответственно, этот Stedemon тоже его нож. Так вот, смысл в чем? То есть, у Юрия есть весьма дорогие ножи, и это не единственные его ножи, которые стоят прям в 10 там раз дороже примерно, чем этот китаец, да, но все-таки этот китайский нож, он при этом, ну, скажем так, оставляет в своей, ну, не то чтобы коллекции, а в своем использовании. То есть, нужно это понимать, что нож сильно дороже, да, допустим, вот этот самый, но, соответственно, или вот этот нож, соответственно, тоже сильно дороже, там, по-моему, не в 10 раз у них разница, но все равно весьма-весьма значительная, в разы, по крайней мере, разница по стоимости. И при этом, при всем, я не удивлюсь, что, допустим, вот такой вот тоже, опять-таки, я бы уже сказал, даже, скорее, коллекционный нож, очень-очень красивый сок, но, согласитесь, не каждый раз его будешь носить, не везде будешь использовать, и я так понимаю, что Юрий такие ножи, по крайней мере, не особо-то и носит, но, может быть, да, по настроению, по ситуации, по случаю. Вот, вот этот нож уже более сопоставимый по стоимости получается, но тоже довольно простых материалов, так скажем, и, по-своему, у китайцев есть свои преимущества, то есть есть то, за счет чего китайцы могут, в общем-то, скажем так, ну, брать себе хорошие продажи. Кстати говоря, более-менее, по-моему, сопоставим вот с таким вот колстилом, получается, Хантером, да, по стоимости, по всему прочему, но тут уже колстил даже уступает, скорее, по материалам, получается, вот. Ну, единственное, что, может быть, замочек-то у колстила будет понадежнее, хотя, опять-таки, здесь у нас бэклог, здесь у нас не триадлог, поэтому с чего бы это, да, получается, и здесь у нас тоже не триадлог, а нет, здесь у нас триадлог, получается все-таки более, хоть и компактный, но все же. Вот, в общем-то, что давайте по ножу, а то я все вокруг, да, около хожу, стали они разрабатывать доступные ножи, получается, соответственно, эти братья, да, братья, вот, и миссию бренда, слушайте, сложить одной рукой не получается у меня, ах, неудобно, вот. А тут легко складывается нож одной рукой, клин четко по центру, раскладывается тоже одной рукой, единственное, что немножечко подскрипывает. Нет, не знаю, сейчас не слышно, периодически немножечко подскрипывает. Но, по большому счету, капля масла полностью бы решила эту проблему, вот. Но здесь используется шарико-подшипники КВТ в осевом узле, что очень даже молодцы. Вот, и на самом деле, в принципе, когда стали появляться подшипники, все там говорили, вау, подшипники, поэтому нож стоит в 10 раз дороже, ну, например, да, ну, нужно понимать, что на самом деле подшипники в нож, ну, они не стоят сверх там больших денег, и хоть это и является таким некоторым маркетинговым моментом, который позволяет нож продать порой подороже, на самом деле китайцы, понятно, что это легко освоили, легко сейчас ставят подшипники без каких-либо проблем в относительно недорогие ножи. Лезвие здесь у нас из стали 440С, где-то я это видел, вон они указали, стали 440С. Я думаю, что не обманывают, в этом смысле очень даже, ну, мне кажется, что хорошо, почему бы и нет, 440С, вполне достойный материал, 56-58 из пошка Ля Роквелла, зато никого не обманывают, такой, скажем так, Китай, который честный, который не будет вас обманывать, они могут написать тут М390, но по факту поставить то же самое, 440С, зачем вам этот обман нужен, пусть лучше будет все по-честному. G10 здесь у нас используется на рукояти, и здесь, кстати говоря, классный момент, потому что G10, посмотрите, здесь используется без стального лайнера, но с этой стороны понятно, что он есть, потому что у нас замок лайнер лог, но получается нож как бы максимально облегчен, если я посильнее здесь придавлю, даже немножечко она может быть сыграет G10 вот здесь чуть-чуть, я уж прям совсем уж сильно не буду, но как бы понимание того, что у меня аналогично сделано на Spider-Con Military, то есть на Spider-Con Military вот эта сторона у нас получается просто G10, а с этой стороны лайнер, правда он еще меньше, еще более, так скажем, облегченный вариант, и вот я тоже немножечко могу даже придавить, он немножко играет получается, здесь это G10, но в принципе, прочности более чем хватает, вот такого даже G10, так скажем, более чем хватает на самом деле, прочности рукояти, если вы будете выполнять какую-то силовую работу, что-то ковырять, то вы все равно рискуете больше поломать где-то клинок, кончик клинка, ну или в принципе клинок поломать, нежели поломать рукоять, которая у вас в руке, ко всему прочему, даже если она максимально сделана, так скажем, облегченной, поэтому смысл делать мощные стальные там лайнеры в рукояти, это вообще большой вопрос, для меня, ну, давно он уже возник, и по сей день он у меня таковым и остается. По весу этот нож 126 грамм, вот тут Military у нас получается 125 грамм, насколько я помню, и получается габариты у них тоже весьма сопоставимы, вы можете посмотреть общая длина сопоставима, и общий подход, получается, к облегчению ножа, ко всему прочему, он сопоставим, и поэтому, в принципе, сопоставим вес, в пределах там буквально погрешности, там какой-то 1 грамм разницы, ну, прям-прям-прям очень даже неплохо, правда, стедем он получается на 1 грамм больше. По обуху 3,5 миллиметра, а вот, кстати говоря, у Military 3,7, по сведению 0,6 миллиметра, и опять-таки, так же, как у Military, у Military тоже 0,6 по сведению. Вот как-то так, получается, по характеристикам. По внешнему виду, кому что больше нравится, здесь, кстати говоря, бывают разные расцветки по G10, бывают там более какие-то такие темные, но это, получается, самая такая прозрачненькая, вот, и опять-таки, текстура здесь присутствует, и все же это обрабатывали, заморачивались, при этом невысокая стоимость. Единственное, что получается, это специфический шпенек. Я бы не сказал, что он неудобен для раскрывания, то есть, мне, в принципе, все это привычно, но, получается, если вы будете резать какой-то продукт, то вот эта часть клинка может упираться в шпенек, но это, в принципе, всегда к шпенеку свойственно. И, получается, как бы эффективная длина ареющей кромки несколько уменьшается. Вот эта часть, ее, как бы, можно убрать, потому что по ряду продуктов вы ее не сможете использовать, это раз. Второе, получается, шпенек перекликается по цвету вот здесь с бэкспейсером. Вот, в таком разложенном состоянии он, получается, перекликается. Если берете в руку, то уже не с чем перекликаться. Вы перекрываете руку, если складываете, то тоже не сильно перекликается, потому что, как бы, когда держите, смотрите, Видите получается вот такой цвет, видите вот такой цвет. А Backspacer не видите. Если вы видите Backspacer, то вы не видите шпенек. То есть получается, что как бы перекликаться по цвету должно бы, чтобы это было видно. Но вот есть какие-то ракурсы, когда одновременно немножко видно и шпенек и Backspacer. Но по большому счету вы повернули шпеньком, не видите Backspacer. Повернули Backspacer, не видите шпенек. Короче говоря, по цвету я не знаю. С одной стороны сделали что-то интересное, с другой стороны оно не до конца сочетается. Но это такая моя придирка, честно Вот честное слово, это уже придирка С другой стороны, сделали бы они все это одним цветом Например, это было бы более безлико Более монотонно Наверное, единственное, что бы стоило Это, может быть, еще какую-то вставку цвета Подкрепить где-то здесь или здесь То есть, какую-то, может быть, вставочку тоже вот синего Который бы переходил здесь, синий, здесь, синий, здесь И тогда было бы прям, по моему вкусу Было бы прям отлично Вот, в остальном, кроме того, что нож иногда у меня почему-то подскрипывает О! Вот, перестает, как только я замолкаю Для того, чтобы указать вам на то, что он подскрипывает Он подскрипывает Перестает, это он скрипнул Если вы услышали, не знаю, будет ли это слышно Короче говоря, кроме этого, по большому счету Придирок у меня к нему нет Вполне себе достойный нож Вполне себе адекватная клипса Единственное, что, опять-таки, сильно будет выпираться кармана Отверстие для темляка есть Все в таком духе нормально, клипса не мешается мне По крайней мере, в ладонь, кажется, что-то попадает, куда надо Вот, и, кстати, вот эта площадка Получается, обеспечивает такое неплохое положение для большого пальца Прям большой палец вот сюда на эту площадку просится Даже больше, чем когда это обух Он как-то более тонкий А здесь прям такая площадка для упора В этом смысле вполне себе удобно Вот, вот такой получился нож У компании китайской Вот, по большому счету, я считаю, что молодцы Соотношение цена-качество вполне себе хорошее Я смотрел, сколько примерно этот нож стоит Вот, и мне трудно сказать, чтобы я предпочел такой нож Или какой-нибудь Ганза Но это менее попсовый вариант И, в принципе, у него есть свои преимущества Поэтому, по большому счету, почему бы и нет Вот, нож интересный Я лично познакомился впервые с этой компанией И, по большому счету, впечатление у меня положительное Кроме капельки масла Я бы здесь, ну, остальное прям мои придирки Да и капелька масла, это тоже мои придирки По большому счету, нож же не новый, правильно? Это же нож от подписчика Большое спасибо Юрию, который предоставил этот нож на обзор Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками Если у кого-то из вас такой бренд И как он вам, кстати говоря, тоже поделитесь впечатлениями Всем огромной удачи, всем счастливо Всем пока!